Здравствуйте, дорогие друзья! В сегодняшней видео лекции мы продолжим рассматривать методы приобщения ребенка к чтению. На этот раз объектом нашего внимания будут дети младшего школьного возраста. Ссылку на лекцию о детях дошкольного возраста можно найти в описании. Итак, первым фактором в успехе этого дела будет ваш личный родительский пример. Это непреложная истина, которую необходимо принять. Читают взрослые, читают и дети, а не наоборот. Вторым фактором будет правильно подобранная книга. И здесь мы поговорим поподробнее. Современный читатель-ребенок имеет оригинальную, ярко выраженную ориентацию в детской литературе определенного тематического спектра. И происходит это в соответствии с некоторыми знаковыми индикаторами, такими как гендерные различия, образ жизни, возрастная категория и генетический набор, полученный от родителей. Осознанно ребенок будет выбирать литературу нескучную, интересную, на грани фола, обычно какие-то детективы и страшилки. Можно понять и родителя, который выбирает ту или иную детскую книгу, подразумевая, что их выбор чему-то научит ребенка. Но тут важно осознать, что детская литература – это прежде всего литература. Воспитательные функции у педагога, а у литературы функции другие. Прежде всего она свидетельствует о культурном опыте поколений. Художественный текст, особенно детский, должен мягко воспитывать. В детской литературе должна быть шалость. Сегодня мы рассмотрим три метода приобщения для детей начального школьного возраста. Метод чтения с конца, коллективное чтение и беседа прочитанного. Прием чтения с конца – это своего рода аннотирование книжки взрослым, когда конец избирается как сильное место текста. А пошла эта идея от взрослых. Многие взрослые выбирают художественную литературу для чтения, прочитывая сначала финал, затем традиционное начало, потом что-то из середины, и так складывается личное мнение, читать или не читать. Но у ребенка этот метод может пробудить невероятный интерес к самому тексту. Для примера мы возьмем текст из произведения Эдуарда Успенского книга. Под оригинальным текстом вы можете прочитать текст с примененным методом с конца. Мы выбираем конкретные словосочетания, несущие ярко выраженную смысловую нагрузку, и добавляем к ним связующие звенья, то есть слова такие как «А до этого», «Перед этим», «Потому что» и так далее. Алгоритм перестановки текста может быть последовательным и также хаотичным. Здесь главное не соблюдение точности пересказа, а родительская импровизация с эртистическим уклоном и соответствующей интонацией, а также непременное чтение с выражением. Также привить ребенку любовь к чтению могут помочь его сверстники. Здесь мы применяем метод коллективного чтения, который имеет огромный успех. Для коллективного чтения выбирается одна хорошая книга и читается очень медленно, даже и не сразу читается. Сначала мы обложку рассматриваем, о названии рассуждаем, а потом читаем, останавливаясь практически после каждого абзаца для обмена впечатлениями, обсуждения и сопереживания. У младшеклассников не так много возможностей вместе что-то пережить, поэтому такое совместное проживание книги, судя б героев, печали и смерти для них просто необходимо. Поэтому коллективное чтение – это не дидактическое упражнение, а живое и эмоциональное дело. Также не забываем спрашивать нашего школьника о прочитанном, что больше всего ему понравилось, что особенно не понравилось. В результате ответов ребенок не только совершенствует мысленный процесс, тренирует память и развивает анализ, но и улучшает дикцию. В такой беседе внимательные родители обязательно отметят для себя зарождающиеся или развивающиеся черты маленького характера. И вот здесь есть реальная возможность стать своему ребенку ближайшим другом, сопереживая с ним и объясняя те или иные поступки героев книги детским языком. Также стоит отметить три основные ошибки, которые допускают родители или педагоги. Ни в коем случае не стоит навязывать детям произведения, тем более выдающиеся, до которых они еще не доросли. Здесь можно навсегда отбить у ребенка интерес, потому что ему будет просто трудно и непонятно. Вместо этого можно, например, сообщать о существовании великих произведений и даже что-то оттуда с удовольствием зачитывать. Еще одной ошибкой является передача детям чужих суждений о произведениях. Не нужно этого делать, важно дождаться суждений и вопросов самого ребенка. И если его фантазия пробуждается, значит произведение воздействует и остается в эмоциональной памяти. И последняя, наверное, самая частая ошибка – это создание у ребенка негативного впечатления о процессе чтения. Родители начинают ассоциировать его с наказанием или выполнением обязательства, таким как «пока не прочтешь, играть не будешь». Этого делать ни в коем случае нельзя. Если ваш ребенок не хочет или не любит читать, то стоит попробовать один из методов. И постепенно, со временем, этот труд даст свой плод. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok